Сейчас, прежде чем начнем говорить о Linkin Park, небольшая маленькая рекламная интеграция. Хочу вас познакомить с таким one-man-бэндом, который называется «Фанатик». Там человек делает все в одно лицо, что-то там ему помогает, конечно, доделать аранжировки какие-то. Но вот буквально на днях у него вышел новый сингл, который вам стоит обязательно послушать. Вот небольшой фрагментик, и ссылочку на него я вам оставлю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и возвращаемся непосредственно к Linkin Park. В чем фишка нового трека? Первое. Очень круто для фанатов то, что вышел материал, которого никто никогда не слышал. Каким образом все это могло быть сделано? Если не смотрели обзор на основном канале, который вышел в понедельник, обязательно посмотрите. Логика в том, что они взяли, видимо, старые демозаписи, которые на студии. Знаете, когда пишется, какой-то трек решают, не будем ставить его в альбом, что-то он не канает. Остаются исходники все на студии лежать, на дисках, где-то на каких-то записанных, как они это хранят. И, соответственно, остаются исходники, которые, грубо говоря, на часовую записаны. После чего они все это дело собирают и, собственно, спустя какое-то время могут выпустить какие-то бонус-треки. Тем более сейчас, когда Честеру уже нет 5 лет, грубо говоря. И для них это какой-то такой свежий глоток воздуха для самой группы и для фанатов. Ну, то есть, грубо говоря, здесь я это понимаю. Палка о двух концах. То есть, порадовать фанатов тем, чего они никогда не слышали, но группа слышала, и они могут этим поделиться, потому что у них есть материал. Да, тем более такого материала, я думаю, у такой группы, как Linkin Park, у них особо много концептуальных альбомов цельных не было. И, соответственно, треки все как-то более-менее отдельные. Соответственно, у них могут быть какие-то песни по 3-4 минуты, как у них стандартно. Да, такие вот. Просто на полках их может десятки лежать, даже сотни легко. Они могут очень долго выпускать вот этот вот записанный, невыпущенный материал, если он у них остался. Это как бы очень круто с точки зрения фанатов и самого, знаете, как-то освежить память. Потому что голос Честера звучит очень молодо, потому что это времен Метеоры записи. Вот, насколько я понял. То есть, там 20 лет с выхода Метеора как раз в этом году получается. И это круто с точки зрения отношения к фанатам, фанатов порадовать чем-то таким. Потому что, ну, вы знаете, что настоящие фанаты всегда ищут всякие документальные видео, ковыряются там во всяких историях, читают все статьи, короче, все изучают. Вот это вот прямо такой. И тут услышать, короче, материал, которого никогда никто не слышал, ну, это круто. С другой стороны, да, то есть, к этому нужно немножко спокойнее относиться. Потому что, да, это круто. Но в какой-то момент, если они будут продолжать делать это долго и много, да, мне кажется, что они могут начать уже нейросетью записывать вокал Честера. Фиг его знает, что там сейчас по технологиям, тем более у такой группы, как у Линкен Парк, могут быть какие-то ресурсы, знания, знакомства, грубо говоря, да, финансы на то, чтобы такое замутить. Вот, чтобы просто зарабатывать бабки, которых не хватит правнукам, например, да, то есть, непонятно, что там у них с бюджетами. Потому что мне очень сильно не понравилось, как Шинода катался по всему миру с турами, заставляя петь толпу партии Честера. Как-то это не похоже было на, вот такое, знаете, отдать дань уважения Честеру. Мне прям реально это вот прям очень не нравилось. Оно очень, даже не половинчато звучало все на концертах. И хотелось, ну, я врубал и выключал, потому что, ну, это как-то прям, да, там люди пришли, огромные стадионы. Но это больше было похоже на зарабатывание бабок. То же самое, как у группы Киз, которая ежегодно ездит в прощальный тур. Когда делают какую-то вот сейчас, как с кино это было, как с Дио это делали, да, то есть, какое-то такое маленькое шоу, может быть, коротенький маленький тур, где там Фредди Меркури выступает, да. То есть, не постоянно по кругу они возят с собой голограмм, да, а собирается коллектив. Они играют, грубо говоря, какой-то короткий тур раз там в 10 лет, например, в 5 лет. И это просто вот освежает память, очень, очень круто, да. Но если это делать ежегодно, это просто, знаете, вот просто высасывание денег уже из несуществующего человека. Это, мне кажется, не очень хорошо с точки зрения как-то морали какой-то. Вот, конечно, люди моралью особо не обладают в наше время. И может быть и такое, что просто начнут туры с голограммой Честера ездить сейчас и просто по кругу. Да, первый раз будет прикольно. Но если это будет продолжаться по кругу, это уже нехорошо. Что думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Но я очень рад, что они выпустили этот трек. Главное, чтобы они не посадили его сейчас вот на такую вот денежную кабалу, чтобы зарабатывать деньги на том, что уже как бы не существует. Прям вот этот момент меня прям раздражает. Хотя круто, что такой материал все-таки есть. Как вот, собственно, у Квинов тоже там песни валяются какие-то с Фредди записанные, которые они там выпустили, какие-то с демок собранные. Тоже круто. Но опять же, это единичный случай. Посмотрим. Давайте еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok